При финансовой поддержке Национального центра кинематографии Грузии Международный благотворительный фонд «Карту», Банк Ти-Би-Си, Фонд «Открытое общество Грузия», студия «Стуко» представляют. Это я. Я иду на съемку. Снимается фильм обо мне. Вообще-то я привык играть других. А тут я должен играть себя. И рассказывать о собственной жизни. Не знаю, что получится. Я, признаться, немного волнуюсь. Впрочем, в определенном возрасте прожитая жизнь каждого человека становится интересной. Тем более, если ты жил в стране, которой уже нет. Да, уже нет. Исчезл наводящий страх на весь остальной мир государства. Советский Союз. СССР. Все мы были детьми этой страны. Вот я уже пришел. Я артист Кахи Кавсадзе. Каждый артист – лецидей. Артистичность я унаследовал от матери. Музыкальность от отца. Хотя отца я впервые увидел в 10-летнем возрасте. В КГБ. Мне было 10 лет, а ему брату 8. Отцу было 34 года, когда он покинул Грузию и выбил из ее жизни. Мы дети остались с матерью. Кахи Кавсадзе. В фильме «Наны Джаннилицы». А есть ли там театр? Оператор – Георгий Беридзе. Художник – Зураб Никеладзе. Композитор – Мишам Ди Нарадзе. Продюсеры – Нана Джаннилицзе и Ракли Трипольски. Французы говорят, что хороший коньяк вам подадут в той семье, где производством этого благородного напитка занимались по меньшей мере три поколения – дед, сын и внуки. А если еще и правнуки продолжают эту традицию, то вам тогда коньяк предложат не просто хороший, а превосходный. То же самое можно сказать и о песне. Старинную и истинно народную грузинскую песню вы услышите в семье, где песня стала фамильной традицией. Традиция, которая переходила и переходит от деда к сыну, от сына к внуку и правнуку и праправнуку. Сейчас вы видите трех Кавсадзе. Сандро Кавсадзе – мой дед, прославленный хормейстер и певец. Таташка Кавсадзе – мой отец, руководитель хора и певец. И посередине гигуша Кавсадзе – мой дядя, солист хора, совершенно непревзойденный певец. Сила исполнительского мастерства грузинского певца в его способности к импровизации. Зазвучат голоса. Первый, потом второй, потом третий. Потом они словно отдаляются. И вновь возвращаются. И сливаются друг с другом в благозвучном, стройном напеве. Благостно сливаются. Если мы будем жить так, как нам диктует грузинская народная песня, то никто нас из места не сдвинет. И исправится с нами никакая глобализация. Вот так. В 1939 году началась Вторая мировая война. А в 1941-м Германия напала на Советский Союз. Была объявлена всеобщая мобилизация. За какие-то 10 дней призвали в армию 5 миллионов 300 тысяч человек. Отец мой был отправлен на фронт в 1941 году. Ходя ему, как руководителю ансамбля, полагалась бронь. Мне тогда было 6 лет, моему брату 4. Та бронь, видно, где-то затерялась. Или же кто-то ее утерял. Словом, дальше был плен, затем иммиграция, арест, ссылка и... Все. Большая часть грузин, ущедших на войну в 1941-м, погибли или же попали в плен в Кирче. Три четверти грузинской дивизии полегли там. Оружия не хватало. У раненых отбирали ружья. Отца моего взяли в плен. Пленных коммунистов немцы уничтожали. Моего отца тоже принялись за политрука и повели на расстрел вместе с остальными. Представили их офицеру, вот, мол, приговоренные к смерти. Офицер отобрал у всех документы и, обнаружив в документах моего отца вот эту фотографию, спросил, кто они такие? Жена и дети. Ответил отец. Тот долго смотрел на фотографию. Потом обернулся к подчиненному и сказал, этот человек не коммунист. Не может быть у коммуниста такой жены и таких детей. Вернул отцу документы и ушел. Вот так наша фотография спасла отца от смерти. После того, как отец избежал смерти в концлагере, немцы объявили пленным. Если у вас есть родственники или друзья в Европе, можете им сообщить. Если они согласятся принять вас, мы не будем против. Грузинские эмигранты, узнав, что Даташка Кавсадзе в плену в концлагере, разыскали его, оформили соответствующие документы, увезли тяжелубольного Даташку и долго выхаживали. Затем возник вопрос. Не создать ли хор грузинской народной песни? Профессионал у них был Даташка Кавсадзе. И что главное, это могло послужить счастливым поводом для освобождения из концлагерей и других грузин. Немцы не относились к кавказцам Фрайш-Зепана. И отец мой вместе с грузинскими эмигрантами проходил на территорию концлагерей и призывал. Есть ли здесь грузины? Грузины, выходите. Я твилистский армянин. Выходи. Я русский, живу на Плеханово. Выходи, выходи. Я азербайджанец из Бовниси. Выходи. Я еврейск, утаиси. Выходи, выходи, выходи. Немцы поинтересовались у отца. Зачем ему столько людей? Неужели, мол, все они поют? Они пока что болены. Когда поправятся, тогда я смогу сказать вам, у кого какой голос, ответил мой отец. Спустя годы, где я только не встречал этих людей. С одним из них я встретился даже в Австралии. Твой отец, сказал он мне, вывел меня из концлагеря, а когда понял, что я не пою, сказал, вступай, сынок, спасайся. Один еврей, встретив меня в Тбилиси, говорил своим детям, если бы не отец этого человека, меня сегодня не было бы в живых. Был создан хор из пленных, который 26 мая 1943 года ознаменовал День независимости Грузии концертом. Вспели Самшабло, Мравал Жамер, Чакурло. Впоследствии этот факт послужил главным аргументом в обвинении против моего отца. Эта фотография каким-то образом попала к нам. Пол Грузии приходили, чтобы посмотреть на этот снимок. Каждый надеялся увидеть на нем без вести пропавших близких, сына, мужа, родственников. Фотографии сверяли. Слух об этом, что и говорили, дошел до КГБ, и в один прекрасный день к нам нагрянули с обыском. Вот фотография, которую они искали, чтобы выяснить, кто был в составе хора, кто из них приехал, кто нет. Выясняли, чтобы арестовать их. Мама даже сказала им, в чем дело, что вы ищете. Может, письма Гитлера? Господа. Запомнился мне один мужчина, их начальник. Подавленный, понурый ходил он взад и вперед по комнате. Почему-то мне кажется, что он знал моего отца. И довольно близко знал. Возможно, даже был его другом. Весь дом перевернули, а фотографию так и не нашли. Мама спрятала ее за пазуху. И чекисты не позволили себе прикоснуться к женщине. Когда стали выносить стол, мама не выдержала и сказала, а есть мы, по-вашему, даже не с ладони, и стол нам оставили. Помню, как я собирал с полуразбросанные фотокарточки. Мама вдруг закричала, верните письмо Сталина. Письмо-то нам вернули, но одну комнату опечатали. Сейчас немного о письме Сталина. В 1937 году в Москве проходила декада культуры и искусства Грузии. В этом грандиозном торжестве принимали участие много деятелей культуры. И, конечно же, ансамбль грузинской народной песни под управлением Сандро Кавсатца. Декада прошла блестяще. После окончания этого мероприятия в Кремле состоялась встреча с членами правительства. И вот в то самое время, когда звучат поздравления, настроение у всех приподнятое, ходит Сталин. Зал взрывается аплодисментами. Раздаются возгласы «Слава великому Сталину!» «Да здравствует вождь мирового пролетариата!» Сталин стоит и ищет глазами кого-то. Потом поднимает обе руки. И мгновенно воцаряется мертвая тишина. У людей перехватывает дыхание. И вот в этой всеобщей оцепенелости Сталин спокойно и невозмутимо спрашивает. «Сандро здесь!» Кто-то робко отозвался. «Здесь! Он здесь!» Было ясно, о ком шла речь. Тут же образовался живой коридор, в конце которого стоит Сандро Кавсадзе. По эту сторону – вождь. А дело вот в чем. Дед мой был рожден в 1874 году. Сталин в 1879 году. Дед был пятью годами старше Сталина. «В духовном училище молодой Сосо Дюгашвили пел в хоре моего деда. И Сталин его всегда вспоминал как старшего и считал своим учителем. И вот по ту сторону стоит старший по возрасту и учитель, а по эту стоит младший и ученик. По ту сторону, одетый в чоху Сандро Кавсадзе, а по эту сторону – Сталин. По правилам Сандро первым должен пойти навстречу Сталину. Однако Сандро стоит на одном месте, неподвижно. И вот вождь сам направился к нему. Тогда и Сандро двинулся ему навстречу. Они встретились, обнялись, и Сталин сказал, «Ты не меняйся, Сандро!» И похлопал его по плечу. На этом мой дед ответил, «Какое мне время меняться?» «Сосо!» Погладил вождя по плечу. Затем Сталин устроил ужин. Пригласил Сандро, Таташку, Гигушу и несколько певцов. За столом много пели. Пел, конечно, и Сталин. И надо сказать, что это ему прекрасно удавалось. Когда вечер подошел к концу, вождь обратился к Сандро. Сандро, я могу многое сделать для тебя. Может, тебе что-то надо? Может, подарить тебе что-нибудь? Подари мне вот эту трубку, что у тебя в руках. «Ты и в самом деле не изменился. Да какое мне время меняться? Какое время? Сейчас эта трубка находится у меня, в доме. Запах табака в ней сохранился надолго. Потом мой дед заболел. Вождь прислал ему в больницу письмо. На конверте значилось «Товарищу Александру Кавсадзеу Сталина». Письмо было написано на грузинском, размашистым почерком. Узнал случайно от Эгнаташвили, что вы в больнице. Это плохо. Он обращался к деду Навы. «Если вам что-то нужно, скажите. Я готов оказать вам всяческую помощь. И живите тысячу лет с приветом в ваш Сосо». Именно это письмо хотели забрать чекисты, но мама не отдала его. Кончилась война. Народ ликует. Одни вернулись с войны, другим не удалось вернуться домой. Трупа грузинских пленных собиралась отправиться в Америку. Мой отец отказался. «Четыре года, — говорит, — я не видел семью. И лучше, мол, не вернуться в Тбилиси». Сперва отец поехал в Москву. 29 декабря 1945 года отец должен был прибыть из Москвы в Тбилиси. Все мы, родные и близкие, отправились на вокзал, чтобы встретить его. КОНЕЦ Только поезд остановился, как мама тут же кинулась в вагон. Через минуту выбежала оттуда, испуганная. «До Ташки там нет, — сказала она». Потом вновь бежала в вагон и снова выбежала. А потом опять забежала. И когда вышла, сказала, что на одной из станций в вагон поднялись чекисты и забрали до Ташку. Так был арестован мой отец. А потом я написал письмо Сталину. «Дедушке Сталину. Дорогой великий Сталин, я, Кахи Кавсадзе, прошу вас выяснить делом моего дорогого отца, который попал в плен при падении Кирчи в борьбе с кровожадными немецкими извергами. Убедительно прошу вас помочь и мне быть вместе с другими счастливыми детьми, счастливым, любящим музыку ребенком». Это письмо, что и говорить, не дошло до дедушки Сталина. Мы же встретились с отцом в тюрьме КГБ. Впервые мы его увидели тогда. Мама повела нас на встречу с отцом. Тщательно приотела. Мы взяли с собой ноты. Отец заранее попросил об этом следователя. Хочу, мол, увидеть, что они играют и как они учатся. Мы тогда с братом учились в музыкальной десятилетке. Отец для нас был совершенно чужим человеком. Но при встрече мы приезжались к нему, а я даже воскликнул. «Папа!» Какие-то стонущие звуки вырывались у отца. При этом он о чем-то нас спрашивал. Мы же, чувствуя неловкость, отвечали как-то несмело. При этом присутствовал следователь Меркуров. Помню, руки у него были сплошь татуированные. Мама сидела горделио. Всем своим видом, как бы говоря ему, вот каких я тебе сыновей вырастила. Глядя на все это, следователю даже сделалось не по себе. Когда прошли первые минуты волнения, отец стал листать наши ноты. Листая, задавал нам вопросы. Казалось, он хотел запомнить наши голоса. Это была первая встреча с отцом, потому что я не помнил, каким он ушел на фронт. Так и остались мы с братом на попечении совсем еще молодой мамы. Потом мы уже увидели его в уртачальской тюрьме. Нас разделяло заграждение. Отец был по ту сторону, мы по эту. Он уже выглядел окрепшим, выбритый, одетый в черную сорочку. Он очень взволнованно говорил с мамой. Если, говорит, меня сошлют, я уже не смогу вернуться. И поэтому надо сделать все, чтобы меня оставили здесь. При этом он упоминал какое-то письмо. Я же, мол, просил написать. И почему вы этого не сделали? А сейчас, мол, возможно, это уже поздно. При этом он был сильно взволнован. И даже говорил на повышенных тонах. Как это он разговаривает с мамой? Подумал я. Как с тобой разговаривает этот мужчина? Сказал я маме. Отец спросил. Что тебе надо, сынок? А тебе что надо? Ответил я. Ты как с моей мамой разговариваешь? В чем дело? Мама сказала мне. Помолчи, сынок. Как это помолчи? В чем дело? Ты как с моей мамой разговариваешь? Почему ты так разговариваешь с моей мамой? Мама повторила, помолчи, сынок. Отец сказал, остав ребенка в покое. Разве не видишь, он Кавсадзе? Вот так. С того самого дня я уже никогда больше не видел своего отца. Потом и посылали ему передачи. С трудом собирали какие-то продукты. В неделю раз надо было доставать масло и мед. Приходилось занимать деньги то у одних, то у других. Тюрьма находилась в Уртсаджало, на краю города, на краю земли. Туда мы носили еду. Однажды, когда мы пришли, у нас не приняли передачу. И когда мама испуганно спросила, в чем дело, ей ответили, его отправили в Сибирь. Куда? Его отправили в Сибирь. Его отправили в Сибирь. Помню, мама там же присела и заплакала. Мы с братом смотрим на нее, а я спросил, «Мама, почему ты плачешь? Что из того, что уехал? Потом снова приедет. А туда он не приедет. Он уже никогда не приедет». ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Мой дядя справился, как мы Мама поговорила с ним и попрощалась Прошло еще несколько часов Мы уже спим И снова звонит телефон Мама удивилась В чем говорит дело? Зачем ты нам звонишь? Позже выяснилось Оказывается, прошел слух Что этой ночью будут выселять Семьи репрессированных В Среднюю Азию Он не смог нам сказать, чтобы мы скрылись Куда-нибудь И, видимо, был сильно напуган И поэтому звонил Чтобы быть в курсе дела Эта тревога за нас была небезосновательной Оказалось, что в списках семей Подлежащих высылке Числились и мы А вычеркну нас оттуда Лично Канты Чаргияни Он в то время был первым секретарем ЦК Крузии На следующий день мы узнали Что высылали нашего друга Моего одноклассника Мы помчались на вокзал Откуда отходил товарняк Но опоздали Потом мама решила отправиться на Урал К отцу Адрес его был такой Свердловская область Серовский район Станция Сысла Война только что закончилась Россия была вся в руинах Каково было женщине одной Ехать в такую даль Как она рискнула Отец мой там На станции Сосва Сумел организовать Хор заключенных Там были узбеки, русские, татары Грузины, азербайджанцы, армяне Люди разных национальностей И все они пели Вместе пели Или, наверное, и грузинские песни Наверное В 1952 году Скончалась моя тетя Сестра матери Когда ее выносили Я вдруг разрыдался И никак меня не могли успокоить Хотя к тому времени Я был уже достаточно взрослый Мне уже было 17 Спустя несколько месяцев Приехал один человек с Урала Со станции Сосва Он привез нам письма и фотографии Который мы посылали отсюда отцу в ссылку Он сообщил нам Что Таташка скончался И даже назвал дату смерти 8 августа Это был тот самый день Когда я здесь разрыдался Он, мой отец Умер там А я Словом так, я оплакал своего отца ГОВОРИТ ПОЕЛЬНЫЙ ЗВОНОК Мы с братом учились в музыкальной десятилетке отдалённых детей. Я по классу фортепиано, брат по классу скрипки. Писали отцу ссылку подробно о том, какие именно произведения мы играли. А потом нас исключили из этого училища, как детей врага народа. Когда меня спрашивали, кого больше любишь, маму или папу, я, не задумываясь, отвечал. Папу, чтобы ему не было обидно, там, где-то. Позже, когда театр стал выезжать на гастроли за рубеж, В анкете была графа «Есть ли у вас родственники за границей?» «Нет». «Кто-нибудь из членов семьи репрессирован?» «Да». «Реабилитирован?» «Нет». «Мне сказали, уж очень рассерженно ты пишешь». «Нет». «Иди и получи этот документ по реабилитации. Разве это так трудно?» «А для чего, говорю я мне этот документ?» «Отец мой что, станет от этого более уважаемым человеком?» «Станет прославленней?» «Как вы думаете?» «Мой отец для меня лучше всех, умнее всех, талантливее всех». «Не нужна моему отцу никакая реабилитация. Я ведь всего два раза видел отца. Не так ли? Всего два раза. И все равно он самый умный, самый талантливый, самый именитый. Он лучше и добрее всех. Всех, всех, всех». «Моя прекрасная отчизна, я тебя люблю». «О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о! Пенс-е-е-е-е-е-е» «Пен-с-е-е-е-е-е-е-е!» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В 1953 году скончался Сталин И главой Советского Союза стал Никита Хрущев В 1956 году состоялся 20-й съезд партии На этом съезде Хрущев сурово осудил правление и политику Сталина Перечислил преступления, совершенные за последние 20 лет сталинским режимом И тогда мы впервые услышали слова «Культ личности» Не только Грузия, но и весь Советский Союз оказался в состоянии неопределенности и растерянности 30 лет Сталин управлял колоссальной империей 30 лет полмира противостояло ему Вторая мировая война для нас, граждан Советского Союза, была выиграна Сталином И вдруг Хрущев одним махом низвергает его Уличает в жестокости и невежестве Выставляет человеком, не умеющим разобраться даже в географической карте Выступление Хрущева вызвало в Грузии острую реакцию Существующая в стране подсподно-национальная идея Выплеснула снаружи в форме почтения к вождю И 5 марта, в день кончины Сталина У его памятника в районе Воронцовской площади Недалеко от моего дома начались митинги Студенты выступали с патриотическими стихами Песнями о Сталине, Ленине И был полный ажиотаж Заряд протеста все больше усиливался По улицам носились заполненные людьми машины Раздавались крики Да здравствует великий Сталин, вождь мирового пролетариата На улицу вывели актеров, переодетых в Сталина и Ленина Слышались выкрики Пусть Сталин поцелует Ленина, пусть Ленин поцелует Сталина В Москву была послана телеграмма с требованием Сместить Хрущева и заменить его Молотовым Словом, обстановка была накалена до предела И вот 9 марта в город уже вошли войска Стрельба начала сперва на проспекте Руставели Перед домом связи Было уже за полночь, когда на набережной показались танки Прожекторы отключили, а микрофоны остались включенными Слышались крики, ругань, пение, стихи Люди рассыпались, мы с братом побежали в сторону дома Ситуация становилась неуправляемой Только на следующий день мы узнали, что наш товарищ Который все время был вместе с нами Раул Лолуа погиб от пули в этой неразберихе Говорили, 83 человека погибли в ту ночь И что погибших сбрасывали прямо в Куру Вернувшись домой, мы застали маму страшно взволнованной Она гидалась то к одному окну, то к другому Что ты так волнуешься, сказал я Мы выйдем же дома Она остановилась, посмотрела на меня и сказала Там, где погибают чужие дети, должны быть и мои сыновья Открыла дверь и выставила нас наружу Потом, в 68 лет, мама заболела У нее обнаружили рак Перед операцией она мне сказала Если операция закончится быстро Значит, дело обстоит неважно Если продлиться То, может, выкрутимся Из операционной ее вывали через 15 минут Первое, что она спросила, придя в себя Который час Потом она почувствовала боль в сердце Попросила, чтобы ей сняли эту боль И вдруг открыли Взгляд ее был не в фокусе Какой-то затуманенный И вот так, с затуманенными глазами Она трезвым голосом И очень четко позвала Даташка! И закрыла глаза Мои родители прожили вместе 7 лет 40 лет провела она в одиночестве Конечно же, вместе с нами Потом Даташка все-таки посетила ее перед смертью Мама позвала Даташка! Даташка! И ушла Я поцеловал тогда маму И сказал Спасибо, мама Даташка! Я и представить не мог Что когда-нибудь Осмелюсь вступить сюда На эту сцену А случилось так, что все свои дни Всю свою жизнь Я пробел здесь На сцене театра уставили Даташка! 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 Надо дождаться своего часа, и он непременно придет. Белла. Ни разу в жизни я не сказал Белле, что люблю ее. Я давал ей понять это своим поведением. Я был на третьем курсе, когда увидел Беллу в коридоре института и потерял голову. Хотя до того, пока мы смогли быть вместе, прошло полных 12 лет. Белла после поступления в театральный институт очень скоро попала в кино и стала довольно популярной. Словом, им институт. И в театр она пришла с блеском. Я боготворил ее настолько, что не мог представить с ней рядом никого, даже себя самого. Она всегда поражала меня как личность. За 23 года о ее болезни я помню только один случай, когда она позвала меня и сказала «мне плохо». И последний день ее жизни. Ее уход. Это тоже было поразительно. Помню, я был в Москве на съемках и позвонил ей 26 августа. Справился с здоровьем. И слышу сказанное ею по слогам одно слово «при-е-щай». При-е-щай. На следующий день, 27 августа, я прилетел. 28 августа, на рассвете, она скончалась. Последние ее слова были «оставь меня в покое, не лишай блаженства». И ушла. Субтитры создавал DimaTorzok В 1989 году, во время событий 9 апреля, театр был на гастролях в Болгарии. Я не был занят в том спектакле и потому остался в Тбилиси. Я был парткомом театра. И на тот момент самый высокий пост в театре занимал я. Поднялась и прокатилась волна митингов. Целыми днями я стою на улице, наблюдаю, как разворачиваются события. И очень волнуюсь. Когда ночью ситуация накалилась до крайности и начался разгон митинкующих, вижу, как люди бегут в сторону театра. Когда я велел открыть ворота и впустить огромное количество людей в театр. У кого была разбита голова, у кого сломана рука. Удивляло то, что большинство из них бежали разутыми, в разодранной одежде. Потом я поднял этих людей в малый зал и предупредил, чтобы никто не оставался внизу. И все собрались наверху. По проспекту плотными рядами двинулись войска. В касках, со щитами в руках. Я стою на улице, смотрю на них, приближаются, подошли к воротам и остановились. Я вижу их вблизи, молодые русские ребята с испуганными глазами. В это время раздался приказ закрыть ворота. Ну и мы, актеры, закрыли ворота. И сгрудились вот здесь, во дворе театра. Потом в нас бросили слезоточивую гранату, чтобы мы разошлись. Одну, потом вторую. Через какое-то время подошли к нам русские КГБшники и сказали, вы, мол, здесь прячете людей. Мы показали им большую сцену. Извольте, мол, посмотрите сами. А людей мы в это время прятали в малом зале. Когда расфело, мы открыли двери в гардеробную, раздали людям обувь, одежду и отпустили по домам. Я думаю, что тот день был первым признаком того, что та огромная махина, колоссальная империя, называемая Советским Союзом, рухнула. Начинается что-то новое. Что будет, не знаю. Новое всегда сложно и болезненно. И это новое будет таким же, каковы мы сами. Сколько времени прошло. Сколько изменилось. Не говоря уже о другом. Изменилась и карта мира. Советский Союз не существует. Как же мы вынесли столько бед. Кто-то, наверное, протягивал нам руку помощи. Кто-то мог подбодриться, развеселиться. Или попросту утереть слезу. Я помню всех. Каждую вовремя протянутую руку. Каждое теплое слово. Я тоже хочу порадовать людей, как могу. А что я могу? Я ведь артист. Когда хураво произносил «Молилась ли ты?» Это потрясало зрителям. Кто они, эти великие? Умные, безумные, сумасшедшие, шуты. С каким упоением они играли? Великий Акак Ивасадзе сказал, «Ковер расстелю на улице, и там буду играть». Ковер расстелю на улице, и там буду играть. Перед смертью он, оказывается, спросил, «А есть ли там театр?» 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 Субтитры создавал DimaTorzok «А есть ли там театр?» Текст читал Кахи Кавсадзе, перевод Гины Чилидзе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok